всем привет с вами камила и свое последнее видео 2017 года я решила снять о фаворитах бюджетной косметики но для начала я хочу поздравить всех с рождеством и наступающим новым годом благодаря всем кто смотрит меня кто ставит лайки оставляет комментарии спасибо спасибо вам просто вот тут огромнейшее и я очень надеюсь на то что в следующем году у меня будет чуть больше времени у меня получится выпускать видео два раза в неделю но пока все работает по расписанию каждое воскресенье в 7.30 по риге если вдруг вы сейчас смотрите это видео вы на меня не подписаны то пожалуйста подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение о новых видео и как выяснилось мне довольно тяжело говорить на эмоциональные темы поэтому я наверное закруглюсь поздравлениями и перейду к косметическим фаворитам и для начала наверно стоит отметить что бюджетной косметики я решила отнести те продукты которые за единицу стоят меньше чем 15 евро как-то так я надеюсь что понятно что я хотела сказать и первое о чем я хочу поговорить это правильно для лица от эльф называется он то он аджесник фейс прайма он с зеленым тинтом макияж на этой базе держится весь день плюс за счет зеленого тинта он немного выравнивает цвет лица и выравнивает как бы рельеф кожи поэтому очень мне нравится очень хорошая вещь всем рекомендую в этом году вышло довольно много бюджетных тональных средств больше всего мне честно говоря понравилось то что я попробовала последним это тональный крем от люменем от foundation и мне он нравится тем что у него довольно хорошая палитра оттенков он дает матовый финиш и довольно плотное покрытие но вместе с тем незаметен на лице в принципе это все что нужно от тонального крема так что вот я им очень довольна еще хочу упомянуть тональный крем от мэйбель который называется называется он супер стей и он в принципе похож на тональный крем от люменей единственная его проблема то что у него все оттенки с розоватым подтоном если у вас розоватый подтон кожи то очень рекомендую попробовать если скорее желтоватый или нейтральный то может быть он вам не подойдет но вообще он тоже очень классно очень хорошо держится хорошо выравнивает тон кожи если вам подойдут оттенки то стоит попробовать и следующая очень очень классная штучка это пудра от дуглас называется она инвизирус powder и по сути это белая пудра пудра hd она не матовая не блестящая она дает очень натуральный финиш очень хорошо выглядит на лице хорошо выглядит и на фотографиях и на камере и она у меня сегодня тоже на коже единственная может быть не очень удобная упаковка за счет того что она просто такая крут откручивающиеся из дырочками наверное было бы удобнее если бы она была или спрессованная или там было какое-то углубление куда было бы удобнее обмахнуть кисточку но вообще сам продукт просто шикарные и очень советую попробовать для фиксации макияжа мне очень понравилось фиксирующий спрей от make up revolution называется он pro fix amazing makeup fixing spray и у него достаточно мелкий распылитель мне кажется я показывал его в каком-то из своих видео уже что он делает он просто хорошо фиксирует макияж убирает если вдруг вы нанесли за много пудры осталось такой вот пудровость на лице то он это убирает макияж не держится дольше очень хорошо выглядит на лице он дает такое я бы сказал натуральная скорее финиш он не матовый и не блестящий в принципе не хуже аналогичных продуктов из люксового сегмента из корректоров и консилеров я решила выбрать вот этот продукт от мэйбелин мэйбелина анти-эйджд эйрэйсер корректор под глаза и выбрала его потому что он просто очень классный потому что он наконец-то наконец-то появился в латвии у него очень удобный аппликатор со спонжиком я пользуюсь именно им но если у вас вдруг есть какие-то сомнения насчет гигиены то его довольно легко можно выбрать и использовать просто наносить при помощи кисточки и да он очень удобно наносится ложится тонким слоем хорошо перекрывает темные круги но не собирается никаких складочках поэтому мне очень нравится говоря о кремовых тенях естественно не могу не упомянуть long lasting stick от кейка у меня их уже очень много оттенков у них очень удобная упаковка вот таких стиках они очень легко растушевываются очень красивые очень пигментированные оттенки у меня их наверное уже штук не знаю 7 или 8 сначала они очень легко наносится очень легко и хорошо растушевываются не превращаются в какую-либо грязь если у них есть блестки то не сыпется в течение дня а потомок можно снять только при помощи кого-то средства для снятия водостойкого макияжа то есть очень 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 классная стоит недорого обязательно всем советую попробовать и вообще говоря о тенях по моему в этом году однозначный лидер это catrice потому что у них вышло просто по моему все новые тени которые вышли совершенно шикарные мне очень нравятся вот такие вот палетки эта палетка называется chrome эта палетка называется copper в обоих из них по 9 оттенков все оттенки очень красивые все оттенки металлические блестящие очень хорошо пигментированные честно говоря без базы не пробовала но на базе держится весь день и очень 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 мне нравится и у них вышли новые однушки с разными финишами тут у меня 2 до хрома и матовые оттенки все очень пигментированные очень красивые просто на самом деле за такие деньги это какая-то вообще магет и последняя новинка которая не появилась это жидкие тени liquid metals жидкие тени жидкие тени в общем вот в такой упаковочке с аппликатором со спонжиком тоже очень красивая очень хорошо наносится очень пигментированная хорошо растушевываются красивые оттенки по моему в линейке их всего пять оттенков единственное что как сказано в названии liquid metals все оттенки металлические но вообще очень очень красивую очень советую попробовать еще от catrice у меня здесь есть вот такой карандаш x slim мотик для бровей он в принципе аналог насколько я понимаю анастасии был хиллз я его показывал уже по моему каких-то фаворитов бюджетной косметики очень очень классные хорошо держится рисует довольно толк тонкие линии у него удобная щеточка на второй стороне единственный минус такой что его хватает очень ненадолго он такой маленький его упаковки всего 005 граммов пять сотых граммов пять сотых граммов доху в упаковке всего пять сотых грамм и такого малыша хватает примерно на две недели мне во всяком случае его хватает примерно две недели а еще по моему у нас всего два наверное только доступно или как-то три оттенка то есть оттенков довольно мало но сам карандашик просто шикарный если вам нравится анастасия берл хиллз то это прекрасный аналог еще из бюджетной косметики не могу не упомянуть вот такой замечательный хайлайтер от essence называется он на призматик хололайтер стик просто просто шикарный он очень красиво выглядит хорошо держится в течение дня и вообще до совершенно замечательный и говоря о кисточках я уже по моему своих фаворитов бюджетной косметики как-то упоминала о кисточках айси эй айси эл пэрис excel у меня две это кисточка такая фен и кисточка маленькой как бочоночек для нанесения теней обе очень классно уже очень много раз мыло очень хорошо работают из бюджетных по моему из того что можно так свободно купить в латвии это самое шикарное просто и также по-прежнему фаворитов бюджетной косметики у меня кисти от за его у меня сейчас их цех целый набор грязных поэтому показываю только вот эту в принципе почти все которые я пробовала очень мне нравится очень классно и тоже за свои деньги такая растушевочная кисточка стоит около как-то 7 евро мне кажется что да за свои деньги на самом деле это просто замечательные кисточки в этом году вышло очень много бюджетных тушей но единственное которое мне понравилось это тушит l'oreal paradise ecstatic окна называется вот в такой бронзовой упаковочке с большой довольно большой кисточкой приложить как-то глазу она такая на самом деле довольно большая сама по себе тушь гуща чем скажем так среднестатистическая тушь но что мне мне нравится что обычно бюджетные туши на моих глазах не держится как-то сыплются размазываются этот прекрасно держится и дает такую бум просто объем мне кажется я уже в каком-то видео они говорила очень очень классная на самом деле в этом году из того что я попробую попробую на наверное, штук, мне кажется, больше десяти всяких бюджетных тушек, это самая-самая классная. И новых помад в этом году тоже вышло достаточно много, но, в принципе, единственное, что меня зацепило, это помады от Maybelline, Maybelline Super Stay Matte Ink. Они очень пигментированные, легко наносятся, хорошо держатся, не сушат губы, и, в принципе, если вы наносите его с утра, она прекрасно держится везде, не нужно его там как-то добавлять, пополнять, вы можете с ним есть, пить, она хорошо выглядит, хорошо держится, и вообще это просто-просто, по-моему, must have. Вот и все. Спасибо, что были вместе со мной, я надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч, пока!